Реформа государственной власти, предложенная президентом, расколола политическую элиту. Одни считают, что наступил конец хаосу, другие – демократии. Добрый вечер! В эфире ток-шоу Владимира Соловьева «К барьеру». Я обвиняю всех реформаторов, радикальных демократов. Вы нанесли огромный ущерб государству, стране, обществу. Вы сформировали яйцинскую эпоху. Теперь, когда она кончается, вы в агонии, в отчаянии пытаетесь ее сохранить ради себя. Вас осталось совсем немного. Не мешайте проводить настоящие реформы. Вас нужно привлекать к президенту этой ответственности. Вызываю вас к барьеру, гражданин Рыжков. Я принимаю вызов, брошенный мне Владимиром Жириновским. Потому что ни я, ни моя семья, ни моя десятилетняя дочь. Мы не хотим жить в стране по законам Жириновского. Сегодня все, что делает российская власть, она делает по законам, по предложениям этого политика и этой партии. Наша задача – не допустить этого. Поэтому я принимаю вызов. На площадку вызывается Владимир Жириновский. На площадку вызывается Владимир Рыжков. Господа, Владимир Соловьев. Господа, вы готовы к дуэли? Да. Тогда к барьеру. Позвольте представить наших судей. Григорий Остр, писатель. Екатерина Рождественская, фотохудожник. Ксения Шергова, документалист. Максим Дунаевский, композитор. Как вы знаете, на всем протяжении дуэли за вас будут голосовать наши телезрители. Кого из вас они предпочтут, тот и будет победителем. Если вы голосуете за Владимира Жириновского, звоните по номеру 995-8101. Если за Владимира Рыжкова – 995-8101. Схватка первая. Владимир Александрович, вам бросили вызов. Вам право первого вопроса. Вот все, что вы вначале сказали в своем вызове, допустим, правда. Подонки-демократы, негодяи-демократы, преступники-демократы. Все развалили, все загубили. Но сегодня-то, слава Богу, праздник на нашей улице. Слава Богу, ваша власть. Я помню ваши программы, вашей партии читал. Губернаторов назначать, а не выбирать, из вашей программы. Мэров назначать, а не выбирать, из вашей программы. Значит, силовикам больше власти, из вашей программы. Силовикам больше денег, из вашей программы. Фактически, президент Путин, это Жириновский сегодня. Поэтому первый вопрос. Чего бы вам не уйти на пенсию, вы вообще зачем теперь? Ведь власть делает то, что вы предлагаете. Причем, наверное, лучше, чем вы. А второй вопрос. Если так все замечательно, все делают по рецептам ЛДПР. Почему у нас количество терактов с каждым годом в два раза больше? Почему у нас количество жертв терактов с каждым годом в два раза больше? Почему у нас разница между бедными и богатыми по социальному, так сказать, подоходам увеличивается, а не сокращается? Почему коррупция не сокращается, а растет? Объясняю. Объясняю. Все, что вы сказали, все это не соответствует действительно. Что? Значит, программа, в нашей программе есть подобные позиции, но они как раз не выполняются нынешней властью. Вот поэтому и происходит все то, о чем вы говорили. Это раз. Во-вторых, Путин проводит полностью, 100%, вот тот самый курс, который начал Горбачев, Ельцин. Вот сейчас он только остановился. И то он не ввел те меры, о которых предлагали мы. Мы предлагали указом президента назначать губернаторов. Они растягивают эту гармошку до 909 года и действуют через местный парламент. Это не наша программа. Мы требовали начать с укропнения территории. Потому что сегодня дисбаланс у нас. 20 тысяч населения и 5 миллионов. Этого не сделано еще. Демократия хорошая вещь. Вы думаете, в нашей стране кто-то против демократии? Ну вы нам устроили разбойный капитализм и грязную демократию. Кто избрал Ельцин? А кто избрал? Вы не народ. В 90-м году вообще победил Зюганов. 100%. Опять вы назначили нам Ельцина. И он уходя, ваш великий и милый сердцу демократ, он что сказал, я ухожу, мне стыдно, я плачу. Выбирайте нового президента. Он уходя, этот демократ сказал, вот кто будет президентом. И показал пальцем. Теракта, говорит, сегодня много. Где 7-миллионная армия? Вы ее всю распустили. Вы специально не платили за плату офицерам. Вы специально, так сказать, не давали вооружение нашей армии. И на зарубеж не послали вооружение. Вы все доходы, так сказать, которые можно было собрать в стране, вы их бросили, кинули и стали просто гнать нефть. Она не ваша, это природа. Русская природа зарабатывала деньги. Вы ничего не сделали. Вы все в минус сделали. И ни за что не ответили. И сейчас вас осталась жалкая кучка. И вы еще пытаетесь что-то оспорить. В суд побежали. Да вы знаете, что им, наоборот, приписали голоса. Вы пописали в суд, что якобы Явлинскому, Немцову, Зюганову не додали голосов. Я вам говорю, им приписали больше, чем они получили. То есть вы тоже пойдете... 2,5% у вас. 2,5%. А вам дал цик 4%. Коммунистам дал 12%. У меня на участках стояли люди. И все, голосование из ЛДПР объявляют КПРФ. Ну позор. Вот вы можете сейчас сказать честно всей стране, что правительство Фродкова, это правительство Жириновского. Или это правительство Немцова и Явлинского. Полностью проводят курс, который требовала СПС и Яблоко. Поэтому у себя на пенсию, у вас сумасшедший дом. Я в этом случае... Мой вопрос в этом. Согласны ли вы, что это не правительство и не программа Жириновского. А это правительство и президент продолжает курс Ельцина и курс СПС и Яблоко. Я просто хочу уточнить для себя, потому что каждый раз, когда я сам делаю передачи, я теряюсь только в одном вопросе. Так вам Путин нравится или нет? То, что он предложил сейчас, это я полностью поддерживаю. Это поддерживаю. Но они пытаются доказать, что, мол, это плохо, потому что это совпадает с программой ЛДПР. Люблю-люблю, но реже говорю об этом. Ну, я думаю, что если бы на моем месте был другой человек, ему было бы сложнее. Но я отлично помню, как в Ореховом зале Государственной Думы Владимир Вольфович писал маленькую записочку Виктору Степановичу Черномырдину. И я знаю содержание этой записочки. И когда вы мне в глаза, когда вы мне в глаза говорите, что вы пламенный борец с коррупцией, дорогой Владимир Вольфович, перекреститесь. Сколько ваших родственников во фракции? Одиннадцать? Второй раз перекреститесь. Сколько, сколько ваших родственников? Ваш сын, ваш сын, ваш сын. Так что это одиннадцать? Стоп, я вас не перебивал. Одиннадцать. Как один? Одиннадцать, я извинюсь, извинюсь, десять из тридцати шести, извинюсь, дорогой Владимир Вольфович. Не, ну вы понимаете, что одиннадцать – это ложь. Поэтому, конечно, нет коррупции в ЛДПР, нет коррупции, Михась в вашем списке был, нет коррупции. Вот он, я, Володь, я все время думал, кто же у нас против коррупции-то? Вот оказывается. То есть пчелы против мира. Нашли человека, нашли. Подождите, я не задал вопрос. Нет, стоп, я не закончил. Сейчас, сейчас, я ответил. То есть я к вашей биографии подойду, вы отсюда уйдете без штанов? Да. Давайте я в этом... Владимир Вольфович, может быть... Отдетьте на вопрос. Да. Продолжает ли нынешнее пролительство курс Ельцина и Гайдара? Отвечу. Я говорю, продолжает. Причем из программы ЛДПР. Отвечу. И в ЛДПР нету никаких мехасий, и никогда никаких записок ни какому чернобидину не писал. Что вы говорите? Машин был хозяин. Да. Что вы говорите? Да. Значит, мне это померяющилось. Да. Владимир Вольфович, сейчас... Никогда. Нет, вообще... Не было необходимости. А что в записке? И в записке что? Это текст называть? Да, что вы. Нет, там сумма была. Сколько? Еще сумма даже была. А за что? Знаете, какой я дурак, написать при его присутствии еще и сумму. Да, да, да. Знаете, просто круглый идиот. Да, да, да. У меня были прямые встречи с Черновырдином. Знаете, прямые. И вдруг я буду искать, Рыжков, иди сюда. Я при тебе напишу записку. Владимир Вольфович, дай мне немножко денег. Прокололись, пожалуйста. Никогда, никаких записок, никаких сумм не было. Да, вообще, не было. Ну, вообще, писать не имею. И родственников не трогайте. Вот, это правильно. Я пожелаю всем отцам, чтобы их дети шли по их стопам. И племянники, и внуки, и затеян. А где? Кто? Назовите. Только сын. Кто? Какие племянники? Да, хорошо, список обсудим после программы. То есть, ответьте на вопрос. Да, вопрос, не биография. Если вы примолкните хоть на минутку, я отвечу. Я молчал, вы начали вспоминать родственников. Вам нечего сказать. Ну, как их не вспомнить, если они сидят в зале рядом со мной? Ну, как их не вспомнить? В Думском зале. В Думском зале, конечно. Можно на вопрос ответить? Да, все 10 лет вы, Владимир Вольфович, вместе с вашей фракцией, голосовали за бюджеты, вносимые правительством Гайдара, потом вносимые правительством Черномырдина. Вы несете такую же точную ответственность за дефолт. Вы несете такую же точную ответственность за все, что происходило. Вы все это дружно утверждали. И сегодня ваша партия проголосовала за бюджет. Что вы нам лапшу-то на уши вешаете? Дорогой Владимир Вольфович, бюджет это финансовый документ на текущий год. Бюджет это закон об экономической политике. И вы это всегда поддерживали. А народу всегда. И брали за это взятки. А народу всегда вешали лапшу на уши. Что вы оппозиция? Да, конечно. Конечно не брал. Конечно не брал. А сколько не брал? Это же все будет в суде. Сколько не додали. Вы же должны будете подтвердить. Стоп. Я понял, что вы друг друга не любите. Мы все-таки к теме сегодняшнего дня. Я вам говорю. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Не было случая, чтобы Жириновский и его партия не поддержала президента и правительство. Вне зависимости от того, какова была фамилия президента и какова была фамилия председателя правительства. Нет. Как нет? Потому что поднимем документы с синаграмой Государственной Дома. Поднимите, дорогой. Так уже подняли. И что? И покажите всему всей стране, кто же голосовал. Да пусть посмотрят распечатать. Но вы же лжете здесь. Стоите в наглую лжете. Нет, там будет неприятно. Как вы проголосовали за бюджет? Как вы проголосовали за бюджет? Как вы проголосовали за бюджет? Ничего. Без бюджета. Без вашей маленькой фракции ничего не будет. Вот правильно. Да. Так-то в чем же дело? Может быть у вас... Так что, мы принимаем эти документы? Что? Ну разве наши голоса играют роль? Вы говорите, кто отвечает. Я говорю, вы отвечаете. Вы голосовали за все это. Я вам встал вопрос о другом. А чем? Если не принят бюджет, что происходит со страной? Имеем ли мы право, депутаты, не принять бюджет? Вы юрист? Объясните. Да. Да, как юрист. Да, объясняйте. Да, и что? Не принят бюджет. И что дальше? По закону. Да. Финансируется в рамках нынешнего года. Все! По квартально. И что хорошего? Никаких проблем. Так все, объясните. Стоп. Объясните. Что хорошего? Что если мы будем финансировать вас по 2004 году, вы будете получать меньше. Почему? Сейчас мы увеличили бюджет. А если он не утвержден, мы не имеем права платить. Все? Понятно. Теперь вы потеряли все. То есть фракция ЛДП и лично Жириновский, испытывая отвращение к политике Гайдара Чубайса Ельцина, ненавидя эту политику, всегда за нее голосовали, чтобы народу было хорошо. Потому что, например, самый страшный закон, соглашение о разделе продукции, мы не голосовали. А вспомнили один пример. Молодец. Тысячи примеров. Значит, получается, я должен партию свою похерить, прибежать к Рыжкову. Рыжков, мы с тобой будем, да? Мы с Гайдаром будем. Мы вас проклинаем 15 лет. Но голосуем. Но голосуем. Никогда. Как это? Проклинали за вас. Что ты будешь делать? Потому что, когда был Гайдар в представительстве, мы не были в парламенте. Не путайте даты исторические. Мы в парламенте еще не были. А когда туда пришел ваш, бывший хозяин Черномырдин, я в вашей партии не состоял. Сейчас. Я в вашей партии, слава богу. Тогда в чем же дело? Вы за то, чтобы назначали губернаторов? За, да. Вы за то, чтобы были партийные списки и не было депутатов одного. Только, но во всех уровнях власти. И областная дума, вплоть до района, до конца, выбирать депутатов только в партийном списке. То есть вы поддерживаете все те базовые положения, которые сейчас предложил президент, и который голосует парламент. Но это не программа ЛДПР, потому что она. Но вы ее полностью поддерживаете. Полностью, это хорошо, слава богу, наконец-то. Хоть что-то помню. Наконец-то началось более правильно. А вы, как я понимаю, вам это все не нравится? Да, мне это абсолютно не нравится. Вот об этом и нужно говорить. Потому что вот представьте себе 450 таких вот в Госдуме. Это же... Да. Во-первых, во-первых, Володя, понятно, что... Молодой. Что короткий губернатор. Да, молодой. Что еще 89 таких губернаторов. Да, да. Какое наплеванское отношение к народу. Да, и еще представьте... А 50 гайдаров уже в России не было. Уже смешно. Уже в России не было. И представьте, как сразу исчезнет коррупция, моментально, на следующий день. А у кого, простите, они же друг друга переградут. Вот именно, да. То есть, вот я когда себе представляю, что все, что в программе ДПР сейчас делает власть, мне просто становится страшно за страну, за людей и так далее. А что случится? Кстати, кстати, кстати. Раз страшно, сдайте мандат. Я знаю, что мои избиратели... Нигде не управляем. Что мои избиратели... Управляют ваши министры, не наши. Мои избиратели, Владимир, мои избиратели. Не ваши. Мои избиратели. Пять к одному против выборов по партийному списку. Потому что вот люди хотят, большинство, чтобы у них, у каждого был конкретный депутат в ДПР. Не хотят этого. Не лгите. Не родственники Тереновского, не список ЛДПР. Не лгите. 90% поддерживают. Люди, 60% не хотят назначаемости губернатора. Я был в Барнауле, я был и спрашивал, знаете Рыжкова, никто его не знает. Кстати, ходил в каждый дом. Никто его не знает. В Барнауле, в Барнауле, в Барнауле, Владимир Вольфович ехал на поезде. Это замечательно. Ехал на поезде. Это второй раз. Он останавливался на маленьких сельских станциях. И говорил, Рыжков, вы знаете? Выходил и говорил... Нет, он про меня не спрашивал. Почему меня рекламировать? Он выходил и говорит, я, ваш, вот, и отдаю последний пиджак. Так как остановок между Бийском и Барнаулом было штук 20, то последних пиджаков было 20. Владимир Вольфович, я вас умоляю. Когда вы... Я пиджак никогда не отдавал. Вы когда излагаете правду, вы хотя бы надвое делите вашу правду. Пожалуйста. Чем вы похожи на коммуниста, в те лгали 73 года, и вы 15 лет. 20 последних пиджаков. Никогда фразу, никогда фразу отдам последний пиджак не говорил. Никогда. Просто пиджак. Деньги давал. Доставал бумажник и давал деньги. Деньги. Вот, чтобы вы полезли. Реальные деньги, чтобы он сам купил то, что хочет. А чем вам так не нравится? А вы, поскольку не можете давать, вы жадничаете. Не, Володя, мне нравится. Я жалею, что я даю, а вы не можете. Я жалею, что я не был на этих встречах. И мне этот пиджак не достался. А антитеррористические меры, согласны? Антитеррористические меры, согласны? Хорошо. Вот все, что делает президент. Почему вот я не сталкиваться на Сашковом? Говорит, все это программа ЛДП руходит на пенсию. Все, что они делают сейчас, это процентов 30 того, что надо. Еще больше. Еще нужно сильнее, еще жестче, еще быстрее. Тогда будет результат. Тогда он не посмеет говорить, почему теракт. А что еще надо сделать? Поэтому не программа ЛДП. Говорит, что еще надо сделать? Значит, нужно провести референдум и сразу внести поправки в Конституцию. 40 губерний по 4 миллиона. Назначение прямое губернаторов. Ликвидация верхней палаты, она совершенно лишний орган власти. Сокращение числа депутатов до 300. Местные думы только 30 человек. И резко увеличить все правоохранительные структуры. Нам нужна трехмиллионная армия, миллион офицеров КГБ, миллион милиция. И принять решительные меры силовыми методами. В течение нескольких недель полностью уничтожить все базы боевиков. На Северном Кавказе, в Южный Кавказ и в некоторых иностранных государствах. Не напоминаю, чтобы у послов не было, не называя, чтобы у послов не было инфарктов. И сразу все это прекратится. Но пока этого ничего не делается, продолжается курс Ельцина, а он мне говорит, курс Жириновского. Вам такая программа не нравится? Безработицы не будет? Все будут работать. Программа сказочная. Сказочная. Я думаю, что наш президент в этом же направлении движется. То есть, значит, кто провел... Тогда мне рано на пенсию уходить. Кто провел смертницу на самолет? Милиционер за тысячу рублей. Он предлагает, пусть будет еще больше милиционеров, больше взяток, больше грабежа. Кто допустил до Беслана, значит, эту группу? ФСБ, которая за это отвечает. У нас в управление... Майор милиции. У нас в управление экономической преступности ФСБ, видимо, трудно попасть. А вот директора Центра антитеррористического ФСБ три месяца вакантные. Не могут найти того, кто будет бороться с терроризмом. Но зато надо миллион еще создать. Вот, пожалуйста, вот стоит лоббист, еще миллион, чтобы... А как же, надо же крышевать, надо же зарабатывать, надо же грабить, надо же остановить. У нас нет столько коммерцантов. Дальше, он говорит, он говорит... Рыжков, не оскорбляйте правоохранительную структуру. Я не оскорбляю. Если бы не было, вас бы давно уже убили. Владимир Вольфович... Если вы все еще стоите здесь у барьера, это потому что все-таки есть еще милиция, ФСБ, МВД. И вымпила. Они в гробу лежат уже. МВД вытаскивали детей в Беслане, когда армия стреляла по школе из танка, что сейчас скрывается. Поэтому они герои. Я говорю не о них. Я говорю о том руководстве, которое провалило антитеррористическую деятельность. Так кто руководство назначает? Я говорю... Кто? 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 Все от СБ? Ельцы? Важный момент, когда мы говорим о Беслане, это слишком больно и слишком горячо. Давайте дождемся, когда будут результаты реального расследования. Объясню почему. Насколько я знаю, и я общался так же, как и многие из нас с бойцами антитеррористического центра, они были в бронежилетах. Другой вопрос, что есть класс защиты, и с определенной дистанции не выдержат. Но они герои, нет вопросов. Они герои, нет вопросов. Говоря о танках, действительно, насколько я знаю, использовался, но когда заложников уже не было в здании. Поэтому это очень важный момент, и я уверен, что они станут в конечном итоге известны широкой общественности, но хочется, чтобы это было как в демократическом государстве. Ну вот Жириновский выступил против того, чтобы я был в комиссии. Боится. Боится правды. Нет, я выступил против того, чтобы были одиночки. Вы кого представлять будете в комиссии? Полмиллиона избирателей. Нет. Что значит нет? Нет. Без независимых мы не можем быть уверены, что это будет независимое расследование. И мы будем иметь там по одному человеку... Кстати, вот за вас сколько голосовало? 110 тысяч. А за нас за ЛДП 7 миллионов. А сколько у вас одномандатников? У нас один. Причем без одномандатники? Да вы не можете выиграть и в одном округе. Правильно! Вы можете только выйти на экран и заморочить людям голову. А в 93-м году мы не выиграли? Вот и все, что вы можете. Шесть округов выиграли. Шесть округов? Да, шесть. Шести? Да. И я лично, единственный из всех партий пошел. Сейчас стоит 500 тысяч евро. Вам Чириновский не дал 500 тысяч евро? Нет, ничего он мне не дал. Дал, да. Подам в суд на перерыв. Вот подайте. Пожалуйста, садитесь. Хотя, наконец, звучала первая цифра. Оказывается, 500 тысяч евро. Только я не понял, кто кому должен. Рыжков получил 100 тысяч евро. Народу! Я как-то обескуражена, потому что я даже на какое-то время меня так увлекла эта беседа и эти замечательные люди, что я потеряла вообще нить и потеряла то, о чем они спорят. Ну, вроде она так прослеживается, прослеживается нить. И, конечно, Владимир Вольфович замечательно выглядит на ринге. Он отличный боец. Но вот один удар он, по-моему, все-таки пропустил. Когда он сказал, что мы голосовали, собственно говоря, потому что наши голоса не играли никакой роли, этот удар он пропустил. Может быть. Но я не знаю даже, кому отдать предпочтение. Потому что это очень интересно, очень извлекающе. Я с удовольствием наблюдала. Но за зрелищем, как таковым, я не могу никому отдать предпочтение. Очень интересно. Интересно. По началу как-то мне казалось, что Владимир Вольфович наступает намного успешнее, чем Рыжков. Но Рыжков нанес, с моей точки зрения, очень точный удар. Это когда он насчет голосования за бюджет на протяжении всех лет, которые осуществляла фракция ЛДПР. Мне кажется, что вот с этого момента перевес пошел на стороне Рыжкова. До сих пор не добрались до сути вопроса. Вот в чем я. Для чего вызывали друг другу барьеру? В чем предмет дискуссии? Вот это мне совершенно непонятно. Они сразу перешли на личности, на межпартийные какие-то свары. И совершенно, так сказать, забыли о сути вопроса. Вот я бы обоим поставил ноль. Вот. За первый раунд. В нашей дуэли победители определяют телезрители. Позвонив по указанным телефонам, вы можете проголосовать за того участника, чью позицию поддерживаете. Жириновский Владимир Вольфович. Родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате в многодетной семье. С отличием окончил Институт восточных языков, а также вечернее отделение юридического факультета МГУ. В студенческие годы возглавлял бюро комсомола. Был слушателем университета марксизма-ленинизма, но в КПСС по политическим соображениям не вступил. В 90-м году создал Либеральную демократическую партию России. Трижды выставлял свою кандидатуру на президентских выборах, но набирал незначительное количество голосов. В Государственной Думе с 1993 года. Вице-спикер. Доктор философских наук. Заслуженный юрист России. Автор множества книг и публикаций в прессе. Владеет несколькими иностранными языками. Любит книги философского характера и политические мемуары. Увлекается охотой и спортивной стрельбой. Играет в волейбол. Женат. Имеет сына и внуков-близнецов. Лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини был одним из самых ярких политических деятелей 20-х годов. Под его роковое обаяние попала не только Италия, но и вся Европа. Свободно говоривший на ряде иностранных языков, игравший на скрипке, диктатор располагал к себе даже интеллектуалов. Дуччи обладал всеми чертами романтического героя. Он уверенно держался в седле, управлял самолетом, легко сражался на саблях. Известно о нескольких его дуэлях с политическими противниками. Так 27 октября 1921 года в Ливорно он дрался на шпагах с бебемом. Теперь бочкарев. Муссолини легко ранил противника. После чего поединок был прекращен. Во второй схватке в борьбу вступают секунданты. Они могут оказать серьезную поддержку дуэлянтам. Поддержите и вы своими звонками. Вторая схватка. Итак, вопрос страны господина Рашкова. Кто желает начать? Пожалуйста. Владимир Лысенко, президент Института современной политики, сопредседателя Республиканской партии России. Мы вот уже многие годы вместе в политике и хорошо друг друга знаем. И действительно я могу сказать, что ваша фракция – образцовая вертикаль власти для России. Такой дисциплины и такого порядка, когда один человек все определяет в своей фракции, больше, пожалуй, нет. Но при этом у вас подавляющая часть людей, которые входят в вашу фракцию – это не политики. Кроме вас и Митрофанова я вообще не знаю политика в ЛДПР. Сейчас Путин предложил назначать губернатора через ЗАГС Собрания. Я специально связался со своими знакомыми на Украине, где уже более 10 лет президент Украины назначает губернаторов. И поинтересовался, а какими критериями президент пользуется, назначая этих руководителей. Мне сказали, Владимир Николаевич, главный критерий – это личная преданность президенту, а не какие-то там большие качества, заслуги перед страной. А во-вторых, они сказали, что коррупция за эти 10 лет гигантски возросла среди продажи мест губернаторов. Поэтому я вот хотел как раз у вас спросить конкретно, если вы считаете, что ваша фракция – образец, и в то же время мы видим, что там места продаются не только и не столько политикам, сколько, к сожалению, во многих случаях уголовным авторитетам, то не будет ли назначения губернаторов России тоже механизмом продажи мест уголовным авторитетам, которые и будут возглавлять в дальнейшем наши регионы. Спасибо. Пожалуйста. Значит, отвечаю. В каждом слове ложь. Вот они зациклились, что якобы что-то в ЛДПР продается или покупается. Ну, называйте фамилии и суммы. Идем прокурору. Подтвердят, скажу молодцы, не подтвердят – в камеру. Согласны? Михаис, было у вас в списке? Ведь вы же… Михаис, было у вас. Причем здесь кто был в списке? Он был или нет. Да, или нет. Вы что пристали к Михасю? У нас огромное количество людей привлекалось к уголовной ответственности. По Конституции. Давайте тогда по фамилии называть, а не по кличке. Тогда, господин Михаил. Да, да, да. Михаил. А то что мы так? Что вы пристали к Михасю? Звучит так на разборке. Он оправдан всеми судами Российской Федерации и Швейцарии. Оправдан. Нет никаких к нему претензий. К чему это называете уголовным элементом? То есть можно смело назначать… Всю страну называете уголовным элементом. Губернатором, да? И это закрываем. Вопрос. Значит, то, что вы говорите, что в каких-то странах президент назначает губернаторов и критерием является преданность, имеется в виду разделение взглядов на политическую ситуацию в стране. Это и должно быть. Иначе что это за команда? То есть если избрали главу государства, то глава государства должен иметь подчиненных ему лиц от моря и до моря. А если он будет в Кремле, он со своими взглядами, а 89 губернаторов со своими, это будет анархия. Это будет неуправляемое государство. И в большинстве стран мира губернаторы назначаются и у выборов огромные недостатки, и у назначения. Но из двух зол нужно избрать меньшее. Губернатор, который избрал население, где он сейчас? Где они? Их нету. А когда их назначит президент, они будут находиться на посту 10 лет, 15, 20, и ему будет стыдно брать взятки, стыдно перед своими детьми, которые выросли и не хотят, чтобы отца уводили в наручниках из кабинета. Но правда, опыт русской литературы показывает, что не стыдно брать взятки. Они как раз с места кормятся и кормятся. При царе назначали, брали взятки, но империя была высочайшего класса. Мы говорим, что сейчас демократии сделали гнилую. Понял. Коррупция всегда, во все времена, это нормальное явление человеческого общества. Понятно. Вы что хотите сказать, что все святые? Вы что, они в детский сад не носили конфетки воспитательницы? В школе не носили? Врачу не носили? Таксисту на чай не дают? Официально дают все! Все граждане планеты всем всегда дают. Понятно. Всегда. С этим бороться надо, но ни в коем случае не ставят вопрос. Вопрос страны господина Жириновского. Алексей Митрофанов, депутат Госдумы, фракция ЛДПР. Асимир Владимирович, вы платили за место в списке? Вы мне заплатили за место в списке ЛДПР? Нет. Вот он, сынок. Немедленно дойдите в кассу и доплатите. Я хочу судей, не потагу. Судей. И Рыжков будет вот так стоять, и наручники оденут, и поведут. Вот вы обрадуетесь, а? Вот готовы. Владимир Александрович, я хочу задать вам вопрос. Я думал всегда, что вы крупный политический деятель, но сейчас вдруг вас увидел, как такого райкомовского работника, комсомольского. Знаете, 85-го года, такого немножко собирателя, сплетен. Поэтому я хотел задать вам серьезный политический вопрос, но задам все-таки другой. Вы сказали, 11 родственников Жириновского. Один всем известен. Это сын Владимира Вольфовича Игорь, который, кстати, начинал в партии карьеру в 90-м году водителем. Так, между прочим. Да, и с отцом прошел все это дело. Ну, не важно. Где 11? Я вам даю все места на отсечение, в том числе и то самое место, что никаких, кроме Игоря... Неужели в голову? Да. Будем так считать. Что ни одного родственника, кроме Игоря, нету. Если вы сейчас, назовите по фамилиям, кто это, кто это, или скажите, что вы ошиблись, мягко говоря. Кто это? Сулейман Керимов, или Ашот Егизариан, или Митрофанов, или Афанасьевов. И в партии назовите. Может быть, в аппарате сидят у меня родственники? Называйте фамилии, все. Ну, аппарат, это дело такое. А вот... Нет, там-то можно было держать. И там нету нигде ни одного родственника. Сирота. Ну, звучало-то 11. 11? Ну, это же серьезно, люди же... Треть фракции. Футбольная команда, Жириновский. Что ж вы кипятили? 11 человек. Я отвечу. Я без источника информацию не называю. Ну, ну, там фамилии. Три экспертных источника. Хорошо, фамилии. Стоп. Я родословной семьи Жириновских никогда не интересовался. Но в научной литературе... Вся страна интересуется, а вы нет. В научной литературе. После передачи дам вам ссылки. Если это ложь, судитесь. Не, ну вы сказали, что их 11. Это серьезная вещь. Цифра не может быть. Это серьезная вещь. Цифра 11 в научной литературе. Опубликована и подписана. Если это ложь, опровергайте. Что касается... Ну, вот вписок-то партии есть. ...яги Заряна и Теримова, я согласен. Это уже по линии большого бизнеса. Ну, назовите... Второго. Второго родственника назовите. Одного. Не надо один. Второго. Дайте время назову, Вячеслав. Понятно. Тогда вы лжете. Алексей, у вас серьезный вопрос. Нет, у меня есть и серьезный вопрос. Ну, давайте. Владимир Александрович, ну вы прямой наследник, так сказать, гайдаровской группы, да? И вот абсолютно мне понятно, что именно гайдаровская команда по-прежнему управляет финансово-экономическим блоком правительства. По фамильям всем известно. И Греф, и Кудрин, все выходцы из одного города, и, так сказать, связаны с той группой, которая пришла... В которой гайдаров, по-моему, даже не был. Ну, он был на Змеиной горке, на экономических семинарах. Они там все собирались, так сказать. Все в одном месте. Не надо рассказывать. Все мы знаем. На моих глазах. Кто-то соневался. Я присутствовал там. Все видел, эту картину. Сам был, не взяли. Так, и что? Не взяли, не интересовался ими. Какие-то они вялые были очень все, так сказать. Я не люблю таких ботаников. Вот, поэтому я хочу вам сказать. Вы более чистый человек, чем они. На вас нет груза административной ответственности. Но вы, прямо скажите, вы представляете их интересы? СПС и яблоко в Государственной Думе. Поскольку их слили, вы остались. Была бы Библия, поклялся бы. Нет, не представляю. А кого же представляете? То есть не резидент СПС и яблоко в Государственной Думе. Я представляю себя. Я представляю своих избирателей. Я представляю те взгляды, которые я сегодня уже пытался высказать. Но, к сожалению, дискуссия все время... Скажите, какие взгляды? Вот, понимаете, вот Владимир Вольфович, Алексей Валентинович Митрованов, все время морочат людям голову. Все время говорят, в стране война, в стране терроризм. Надо бороться. Надо отменить выборы. Надо навести порядок. Закрутить гайки. Я хочу просто обратиться вот ко всем присутствующим и всем, кто нас видит. Нам с вами морочат голову. Объясните мне, какую связь можно усмотреть между Басаевым и назначаемыми губернаторами. Какая связь есть между отменой одномандатных округов и борьбой с терроризмом? Какая связь... Я вас не перебивал. Какая связь... Я вас не перебивал. Какая связь есть между угрозой терроризма и сосредоточением всей власти в стране в одной комнате? Сегодня вы можете избрать себе лидера региона. Завтра не можете. Сегодня вы можете переизбрать, как у меня на Алтае был Суриков, стал Евдокимов. Обхохочется. Обхохочется, но это право народа. Это право народа. И народ решил. Этого не хочу, этого хочу. То есть получается, что нас с вами держат за быдло, за болванов. Жириновского, оказывается, у нас хватает ума избрать? Путина нам хватает ума избрать? А вот, извините, губернатора мы уже убодие. Мы не можем избрать. Но народ-то осень разберет меня предоставлено. Говорят, не надо нервировать народ. Зачем пускать журналистов к терактам? Надо вот, чтобы теракт прошел там как-то чего-то, а потом объявят. Помните, как в советское время, Володя помнит, на днях под Семипалатинском произведено испытание ядерного устройства от 15 до 150 килотонн. Был такой еще анекдот, когда генерала у нашего американца спрашивают, а почему, говорит, вы всегда пишете от 15 до 150? А мы, говорит, думали, будет 15, а оно как... Володя? То есть нам... Вот программа Жириновского. Не пускать журналистов, врать, как в Беслане и после Беслана, как Папу Манэ сейчас врут и так далее. Дальше говорят, надо, чтобы в каждую квартиру могли зайти. А вдруг Соловьев подозрительный человек? Я действительно подозрительный. Подозрительный, да вы смотрите, брюнет. Крепкого телосложения. Яркий брюнет, крепкого телосложения. Может быть, подводник. Да, может быть, даже подводник. То есть, говорят, борьба с терроризмом завтра в каждую вашу квартиру зайдут, не спрося вас. Сегодня это запрещено Конституцией и Законом. Дальше говорят, говорят, вы знаете, что-то в Москве кавказцев много развелось. Ну-ка давайте-ка мы квоты национальные. Сегодня введем квоты в Москве, а завтра в Кабардино-Балкарии введут квоты на русских. Говорят, давайте укрупним регионы, давайте крупним. Только людей жалко, Владимир Вольфович. Если вас послушают, не дай бог, не дай бог это случится, будет проклятый день. И объединят регионы на Северном Кавказе. Сразу война. Я хочу обратить ваше внимание. Я хочу... Нам, извините за это слово, впаривают диктатуру. Нам впаривают коррупцию. Нам впаривают лишение каждого из вас последних прав. Вы не будете знать ничего, что происходит. Вы будете кушать только вранье. Вами будут руководить коррумпированные марионетки. А идеологом этого всего будет Жириновский. Вот он довольный стоит. Его победа. Поздравляю, Владимир Вольфович. Поздравляю. Ваша взяла. Объясняю. Но я надеюсь, что не до конца, что люди все-таки не дадут себя, извините, оболванить, как вы всегда это делали последние 15 лет. Это в студии. А страна от моря и до моря, и я ее проехал тысячу раз. И 95% населения страны поддержат программу. Если вы считаете, что я идеолог, я согласен. Насчет террора. Кто нашел террор? Если была бы наша схема назначения, какой бы там Дудай... Давно бы России не было. Никакого бы Дудаева не было. Масхадова бы не было. Достаточно три дня вашей власти, и России не будет. Нет, полный порядок. Вы справитесь, я это точно знаю. Вот вы точно за три дня ее разрушили. Да. Август 91-го года. За три дня. Ничего подобного. Вы великий Советский Союз положили на колени. За три дня. Вот правильно. Все, мы сейчас опять к 17-го года вернемся. Итак, Александр Иванченко, заслуженный юрист России. Владимир Вольфович, я все-таки хочу наш разговор перевести в профессиональное русло. Да. Нужно меньше оскорблений, нужно думать о людях. Но он не может, что это вы не можете. Нет, я говорю... Вы оба не можете успокоить. Вы один из немногих политиков, который обладает даром политического предвидения. Так? И вот у меня к вам вопрос. Владимир Вольфович, какова судьба ждет нашу российскую конституцию, за которую вы в 93-м году активно агитировали, за которую проголосовало большинство населения страны. Кстати, было и много проголосовавших впротив. Но в этом и состоял демократизм принятия этой конституции. Что нам делать с этой конституцией, которая принята народом? Может быть, нам ее взять и отменить? Президента переименовать в самодержца, республику сделать монархией и передавать престол по наследственному праву? Вы как юрист, вы знаете историю римского права, вы знаете русскую правду. Такого беспредела правового, с которым мы сталкиваемся за несколько последних лет, конституционного беспредела я лично, как заслуженный юрист, еще за свою профессиональную карьеру не встречал. К сожалению, что вы имеете звание заслуженный юрист и считаете, что действия президента вышли за пределы конституционного поля. Полностью соответствует, к сожалению, это говорю. Вот я бы вышел бы за пределы конституции. К сожалению, нынешний глава государства все пока еще делает именно в рамках конституции. Поэтому в этом смысле вы не можете обвинять, что нас ждет обязательно поправки в конституцию. Потому что эту конституцию вы, демократы, Шейнис, Гайдар и прочие, списали с американской тексту. А вы ее поддержали тогда? Правильно, потому что другое не было. Советскую-то остановили, вы, Ельцин остановили. То есть проголосовали с отвращением. Да, остановили. Поэтому из двух зол выбираем меньшее, поэтому мы голову не морочим. Эту конституцию поправки обязательно внесены. Пока президент говорит не надо, в этом его ошибка. В этом его слабость, в этом его медлительность. Одним референдумом внести 5-6 поправок. Не может быть страна асимметричная. Вот представьте себе, КамАЗ, а у него колеса запорожца. Он будет двигаться? Назовите мне хоть один правовой аргумент не о колесах от запорожца, которые на КамАЗе стоят. Как юрист, назовите правовые аргументы. Хватит впаривать мозги. Обязательно правовые. На каком основании вы забыли про русский народ? Почему вы в конституции всех перечислили, кроме русского народа? Вы забыли про фундамент страны. Вот поэтому у нас нет ничего хорошего. Вот как раз нашему народу принадлежит право по конституции принимать эти законы, а территориально. Права человека. Моя тема дипломной работы, права человека. Пока вы бегали, лизали задницу всем в райкомах комсомола и партии, я писал о правах человека. Вы нарушаете грубо права человека этой конституции. Вы заложили национальный принцип. Вы что, призывали никого не оскорблять? Так я об этом и говорю. Что нельзя, чтобы был национальный принцип. Нельзя. Нельзя человеку давать больше прав, потому что он относится к какой-то национальной группе. И должна быть страна симметричная. Одинаковые территории с географическими названиями. И управляться они должны одним главой государства. Одинаковыми людьми, одинаковый рост, одинаковый вес, одинаковыми чертами лица. Нет, 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 нет. Территория равнозначная. Их одной и той же фамилии, Жириновский. Но вот сегодня, вот мы, вот мы утвердили бюджет. Как мы дадим деньги? Вот здесь сидит 20 тысяч, здесь 5 миллионов. Правильно, они все разные, никак лучше не дадим. Это же невозможно, понимаете? Вы понимаете, что это неуправляемая страна. Понятно. И это сделали демократы, чтобы прийти к власти. Конечно. Власти прийти. Понятно. Вопрос с стороны господина Жириновского. Это мы справлять будем. Елена Афанасьева, депутат Госдумы, фракция ЛДПР. Владимир Александрович, в свое время вы изглавляли фракцию Наш Дом России в Государственной Думе. И у вас вот был такой Надир Хачилаев, насколько мне известно. Именно он организовал или являлся одним из организаторов вторжения чесенских боевиков в Дагестан в 99-м году. Ваш человек, ваш депутат вашей фракции. Вот вы готовы взять на себя политическую ответственность? Сказать, да, я знал этого человека. Да, я не доглядел за ним. Готовы ли вы сдать мандат и признать, что ну не могу я быть руководителем. А вы говорите, что выступаете от имени избирателей. 35 тысяч. Лена, тут безусловно я несу свою часть ответственности. Безусловно. Я хочу напомнить, что Надир был избран народом Дагестана по одномандатному округу. Как независимый. И пришел в Государственную Думу, как независимый. И написал заявление во фракцию. На тот момент я не следователь и не прокурор. На тот момент он был депутатом избранным народом. И не было никакой информации о его причастности. Как только это выяснилось, мы с ним расстались. И больше того, Дума тогда дала согласие на уголовное дело. И наш Дом России проголосовал за это. Получается так, вы задаете вопрос при людях. Вы говорите, какая связь между терроризмом, финансами, выборами. Вот она прямая связь. Вы же за честный разговор. Вы спросили. А я за честный разговор. Я по честному вас отвечу. Я, да, свою часть ответственности не несу. Но это выяснилось. И потом, когда был Владимир Вольфович, они же тогда не говорили о том, что он пособник. Хотя тоже могли бы провести расследование. Мы не знали этого. Потом, когда это... Как не говорили? Как? У вас были такие стычки с ним, с Качелаевым в зале у Владимира Вольфовича? Вы что, не помните? У Владимира Вольфовича в стычке? Скорелось в лоб, что вы бандит. Причем, если когда вся страна знала, что он, Алексей, Алексей... Говорили в лоб, потому что... Если выгонять из Думы всех, с кем у Владимира Вольфовича были стычки, парламент исчезнет. Так он и должен их ехать. Мы вам все давали сигнал. Поэтому слишком длинный список подозреваемых был бы в этом случае. Он с женщинами дрался, волосы таскал. Вот он рассказывает тот человеку. У меня все эти эпизоды, их так много, они сначала слились немного, так сказать, память. Вас спрашивает Рахачилаева. Вот на всю страну. Да. Вся страна знала, что он с бандой захватил Госсовет Республики, пришел к вам во фракцию через полгода, а мы не знали, что он бандит. Броньё. Как раньё? Сначала пришел, потом с бандой. Нет, нет, нет. Что вы говорите? Что, до этого банды не возглавляли? Оружия не было. Вся страна знала. Не было такой информации. Сейчас мы про Басаева не знаем. Есть информация. Раунд закончился. Просто какая-то буря в пустыне. Именно в пустыне, потому что опять я не слышу главного. Вот вроде как Рыжков он начал, вывел на тему, но опять потом все это куда-то погибло. Ни на один вопрос, в общем-то, практически не было аргументированного ответа. Да. Ни по Конституции, ни почему, не было. Я вот, знаете, думала все время о том, как трудно бороться с эмоциями, да? Жириновский забивал эмоциями. И поэтому, в общем, при том, что я далеко не совсем согласна, что он говорит, но все равно мне кажется, что в этом раунде победа за ним осталась. Чуть-чуть, да? Да, он чисто эмоционально побил. Дуэль немножко странная. Она больше напоминает драку. Особенно вот нападение этих секундантов или как они называются? Нет, не драку, а мне базар напомнило. Ну, во всяком случае, я считаю, что господин Рыжков лучше держал аудиторию, а Владимир Вольфович больше играл на аудиторию. Это немножко разные позиции. Почти как всегда. Все-таки Рыжков на конкретные вещи дает ответы и ставит конкретно вопросы. Напоминаю, что победителем будет признан тот участник дуэли, за которого проголосуют больше телезрителей. Звоните. Номера телефонов на экране. Рыжков Владимир Александрович родился 3 сентября 1966 года в городе Рудцовске Алтайского края. Окончил исторический факультет Алтайского государственного университета. Состоял в неформальном студенческом объединении политцентр и в обществе содействия перестройки. В 25 лет стал заместителем главы Алтайского края. С 93 года депутат Государственной думы, член комитета по делам федерации и региональной политики. Один из учредителей клуба «Демократическая альтернатива». Член общественного комитета «2008. Свободный выбор». Автор книги «Четвертая республика» и многочисленных публикаций в прессе. Кандидат исторических наук. Свободно владеет английским языком. Любит философскую и историческую литературу. Увлекается спортом и музыкой. Собирает маленькие керамические домики, которые привозит из заграничных поездок. Женат. Имеет дочь. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Лунин, герой Отечественной войны 1812 года, знаменитый вольнодумец и будущий декабрист, был ужасным задирой. Когда не с кем было драться, он подходил к незнакомому офицеру и говорил. «Милостивый государь, вы сказали, я вам ничего не говорил», – отвечал тот. «Как? Вы утверждаете, что я солгал? Я прошу мне это доказать путем обмена пулями». После этого шли стреляться. Лунин обычно стрелял в воздух, но его соперники не были столь великодушны. Так что тело Лунина, по воспоминаниям современников, было похоже на решето. В третьей и завершающей схватке дуэлянтам предстоит отвечать на вопросы Владимира Соловьева. СХВАТКА ТРЕТЬЯ Позвольте себе вопрос, очень короткий, и хочу услышать от него короткий ответ, как одного, так и другого участника. Вопрос, который я уже задавал. Объясните мне, пожалуйста, что такое демократия? Демократия, Володя, это очень просто. Когда власть выбирается людьми и перед ними ответственна. А против демократии стоит так называемая вертикаль власти. Когда начальников назначают, они хамят и грабят, и ни перед кем не подотчетны. Вот мы пусть худо и бедно, но в 90-е годы с громадными ошибками мы строили демократию. Сейчас нам подсовывают вертикаль. И насадят нас на нее, как, извините, на осиновый кол. И Россия окончательно подет. Владимир Владимирович, что такое демократия? Демократия это фальшивая форма. То есть обман для народа. Народ думает, я свободен, я выбираю. Никого, нигде и ни в какие времена народ не избирал. Избирает все политическая элита и действительно получает деньги от экономических структур. Но любая демократия, чем она опасна? Она как раз, демократия, ведет к диктатуре. Потому что расслабляется государство. Расцветает криминал, расцветает коррупция. Террористы, сепаратисты, и все кончается крахом. Византийская империя, где она? Римская империя, где Древний Рим? Понятно. Побеждал кто? Чингисхан? Гитлер? То есть демократия? Для меня просто открыть, что Римская империя это демократия. Сегодня Америка перешла к режиму полицейского государства. Всех допрашивают, всех осматривают, всех разъебают на аэропортах. Отпечатки пальцев, за всеми следят. Полная цензура. И Америка держится. Если только там продолжат демократию, Америке конец. Вот к чему они призывают. Подразумевает ли демократия уважением большинством интересов меньшинства? В этом и суть. Вот Владимир Вович говорит, что народ вообще все равно ему подсовывает, он выбирает. Да ложь это. Ложь. Я же привел пример. У нас был губернатор в Алтайском крае. Сильный, авторитетный. Я могу другой пример свести. Есть партия Жириновского, все время выбирают. Значит кто-то же выбирает их. Я сам удивляюсь, а их же выбирают. Ну видно, что это назначает. У меня в округе всегда борьба. Я же победил его кандидата. И так далее. То есть это ложь. Это ложь, когда он говорит, что народ ничего не решает. То есть большинство должно уважать, а не 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 власть. Они боятся дать народу реальную власть, потому что они прекрасно понимают. Про них не важно. Вы мне объясните. То есть большинство должно уважать, а не 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 власть. Обязательно. Вот у нас сейчас в Госдуме формировалась комиссия, я вернусь к этому. Как пример, да? Да. Ну что стоило 19 или 18 независимых депутатов одного включить в комиссию? Не хотят. Неуважение большинства к меньшинству. Понятно. И все через это. А вот теперь обратно. А меньшинство должно уважать большинство? Обязательно. Почему сейчас меньшинство встало на очень странную позицию? Меньшинство, не предлагая никакого конструктивного пути, кричит то, что большинство это тупоголовые, которых ведут в рабство, не считая, что может быть просто большинство выбрало себе совсем иной путь, который не нравится меньшинству, но не заслуживает оскорбительных эпитетов. Ну, я никогда не употребляю оскорбительные эпитеты, во-первых. Во-вторых, большинство, Володя, думает иначе. Мы знаем... Я не знаю. Извиняюсь. Мы знаем опросы. Например, большинство считает, что ответственность за Беслан несут правоохранительные органы и президент. Только он этого не хочет признать. Большинство считает, что нужно знать правду о происходящем во время террористических актов, и кто виноват, и как все произошло. Большинство считает, что выборность это правильно, а назначаемость это неправильно. Большинство считает, что цензура в СМИ и снятие популярных программ с телевидения недопустимая вещь. Но власть вместе с ее идеологами плюет на мнение большинства, топчет права людей. Есть абсолютно другие. Потому что где большинство считает, что главная безопасность, где большинство считает, что мы живем плохо, что мы живем в нищей стране. Где большинство считает, что в стране никогда никакой демократической прессы не было, а была олигархической. Большинство, которые считают, что все журналисты продажны, что все политики продажны. Большинство, которые считают, что страну великую развалили. Большинство, которое проголосовало за Путина, который на себя берет ответственность, его поддерживает. Поэтому вопрос такой. Какое же большинство вы хотите слушать? Я хотел бы, чтобы и Владимир Вольфович, и я, и вы, и все, кто нас слушает, слушали то большинство, которое по крайней мере знает, что происходит в стране. По крайней мере, которому не врут каждый день власти. По крайней мере, большинство, которое знает, что власти будут спасать заложников, а не обрекать их на смерть, как у нас происходит. Почему-то у нас заложники гибнут, понимаете? У нас пока заложники гибнут по двум причинам. У нас заложники гибнут, во-первых, потому что правоохранительные органы слабые, а во-вторых, потому что все политики, кому не лень, используют карту заложников в своих целях. И никто не ответил из правоохранительных органов, кроме местных, кроме местных. И никто не ответил, начиная с полиции, начиная с Черномырдина, по переговору с Басаевым. Но он спас 1500 человек. Да, но он погубил всех тех, которые погибли после этого. Но почему 7 лет после Черномырдина Басаев остается на свободе? Вот это вопрос. Тот факт, что Россия впервые вступила в торги с террористами, привело к тому, что начались на Кавказе воровство людей и использование заложников как метод политической борьбы. А до этого не было использования заложников и воровства людей, да? Жестко и ясно сказала, что будут контакты, но никогда не будет никаких переговоров, будет уничтожение. За счет этого там не происходит таких ужасающих случаев, как у нас. У нас, когда взяли детей, наши псевдо, не могу назвать демократическими, демократами имеют такого отношения, псевдо-либеральная пресса стала кричать, немедленно позовите для переговоров всех. Никто не сказал, что звери и подонки убивают наших детей. Все стали говорить, что такое, как мы не вступаем в переговоры? Что в стране происходит? Согласен на 100%. Звери и подонки. С ним надо переговаривать? Но вы фактически сейчас призвали к уничтожению террористов вместе с заложниками. Я призываю к тому, что здесь и сейчас. Я с этим не могу согласиться. Понимаю. Но вот когда мне сейчас говорят, Аушев-герой вывел 26 человек, у меня возникает вопрос, а как Аушев-герой туда вошел? Как Аушев-герой вы там встретили? И как у Аушева-героя, в его времена нахождения в республике, находились базы боевиков? И как Аушев-герой вдруг эти террористы, оказывается, и знали хорошо, и были рады принять? И каких детей он вывел? А как сейчас, при фактически назначенном Кремлем президенте Ингушетии Зязикове... А вот это вопрос правильный... Вы, одну секунду, я договорю. Правильный вопрос. Путин, де-факто, жестко порекомендовал, и избрали у нас господина Зязикова, у нас господина Алханова, избрали до этого Катерова, ну, много. И заметьте, ни одну должность не отдали ЛДПР, хотя вы просили, вы говорили, дайте хоть курьеры в министерстве. Если бы мы были идеологами, я бы дали бы. Но не идеологи мы. Идеологам ничего не дают никогда. Никогда ничего не дают. Только деньги. Да, только деньги. Владимир Владимирович, где гарантия, что вот в этом механизме есть здоровые моменты, позволяющие отбирать действительно профессионалов и назначать их на должности, чтобы они справлялись? Объясняю. Значит, оба варианта плохие. Но мы выбираем тот, который чуть-чуть лучше. Чем? Когда президент назначает, он и уберет его. Как только дела пошли плохо, он его уберет. Так мы должны ждать 8 лет. А кого уже убрал наш президент? Он никого не убрал. Но когда он будет назначать, он имеет право оттаспать. Ну вот сейчас. Вот сейчас он взял. Вы же юрист. Вот назовите мне, например, хотя бы одного, которого он убрал. Никого. Кто его назначил Путина? С этого и начните. Кто? Господин Ельцин. Понятно. Ему нельзя, неудобно сразу всю команду на 100% выбирать. А сколько еще надо лет подождать? Вот уже сейчас он, вот сейчас он вводит закон. Вот сейчас он получает право не убирать, чтобы не злить. Как вы не понимаете, что вся страна коррумпирована? Да. Все назначено было Ельцином. Если начнет снимать им головы, все же против него восстанут, мы получим хрущевский вариант. Будет в стране переворот. Вы можете понять? Армия Ельцинская, КГБ Ельцинская, губернаторы Ельцинские, депутаты Ельцинские, он один. Да и народ, кажется, тоже. И народ практически Ельцинский избирал дважды. Поэтому он делает это вынужденно, осторожно. В чем мое отличие? А команда-то есть? Я бы вел чрезвычайное положение и посносил бы им головы. А он, к сожалению, демократ. Он демократ. Он чуть-чуть только обозначил меры, только назвал. Бедняка. И весь мир у зашипел. О, как ему тяжело. О, что происходит? Он еще ничего не сделал. Так как называется та форма правления, в которой мы будем жить через несколько месяцев? Это будет демократическая республика, в которой будет превалировать авторитарный режим. Народ получит право избрать главу государства. Народ получит право избрать депутатов, но по партийным спискам, чтобы выбирали идеологию, а не одиночек. Они изберут депутатов местных парламентов, то есть народ, но будет все быстрее, дешевле, эффективнее, меньше коррупции, меньше криминала. То есть в обоих случаях есть коррупция, я согласен. Жизнь будет лучше, но короче. Нет, наоборот. 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 Сегодняшняя демократия это туберкулез в тяжелой форме. Понятно. Путинское новое это будет насморк. Это будет рак, но в легкой форме. Туберкулез приводит к смерти. Насморк можно вылечить. Вот и все. И там, и там болезнь. Более легкая болезнь. Это понятно? Это понятно. Лучше насморк, чем тебе туберкулез. Вот я не могу понять, все-таки, почему вы так против назначения губернатора. Объясню свою логику. Но вот смотрите, все-таки губернатор, по большому счету, чтобы реально мог управлять, должен быть чиновником. Потому что иначе, де-факто, вот они все приезжают, губернаторы, я с ними встречаюсь, вы с ними встречаюсь, они говорят, Володь, ну денег нет, все равно мы отдаем большую часть. То есть реально мы просто посажены, вынуждены все время приезжать в Кремль, вымаливать деньги, заходить к Кудрину, стучаться в правительство, говорить, ну совесть имеете. То есть наша работа каких-то лоббистов получается. То есть главное там еще человечку с этой федерацией сосватать, чтобы ходил договорился. То есть как-то ничего не можем. Мы же лучше плюнуть на все. Ясно, что если Кремлю не угоден, то ничего в губернии не сделать. Поэтому давайте уж честно, вот назначите меня, но дайте полномочия. Избранный губернатор, он от всех зависит. Вы понимаете, сейчас мы должны принимать самые непопулярные меры везде. И тогда он боится сделать. Тут народ, тут мафия, тут экономическая структура, здесь прокурор, здесь ФСБ, здесь солдаты. Он не может всем все сделать. Поэтому он ничего не делает. То есть мы заблокировали страну. Он всего боится. А так он перед президентом отвечает. А президенту выгодно провести наконец реформы и оздоровить экономику. Вот и все. Смелее будет губернатор. Я сгладить впечатление от нашей полемики. Скажу, что я с вами полностью согласен. Честный человек. Да, то есть он обрисовался. Честно сказал. Диктатура. Честно сказал. Диктатура. Я говорю слово. Но авторитарный режим имеет синоним. Синоним. Диктатура нет. Хорошо. Это режим личной власти. А диктатура это вот начинки. Как честный человек он говорит, что сейчас губернатор зависит. Народ этот понимаешь. Прокуратура, мафия. Все хорошо. Но после реформы из этого списка уйдет народ. Все уйдет. Прокуратура останется. Кроме президента. Стоп, я вас не перебивал. Прокуратура останется. Мафия останется. Экономические круги останется. Кремль останется. Только вот вас не будет. Я вспоминаю, мне один умный человек, профессор, говорил. Я ему говорю, Валерий Иванович, вам-то чего демократия? Он говорит, ты понимаешь, Владимир Иванович, я когда смотрю на него в экране, а у нас же избранные губернаторы хотят, не хотят, вынуждены выходить, что-то объяснять народу. Вот Лужков каждый день, каждую неделю и так далее. Я, говорит, когда смотрю на него, я понимаю, что он все-таки на меня хоть немножко, но оглядывается. Если мы, вот на эту мульку поддадимся, про твердую руку, про вертикаль, которая пять лет разваливает страну и хотят дальше разваливать, если мы на это поддадимся, запомните слова одного чиновника, царской России. Он говорил, мне дела нет до России, у меня есть царь. Вот девиз новой власти. Мне, им дела нет до России, у них есть царь. Если вы хотите... Правда, чистая правда. И все вы ведете себя так. Он был пожизненный, а президент избираемый. В восьмом году его не изберут. Мы еще посмотрим, чем кончится его президентство. Мы еще посмотрим. Звучит красиво, но есть проблема. Какая? Ну, смотрите. Да. Те предложения, которые сейчас сделал Путин, совершенно не на пользу Единой России. Абсолютно. Мало этого, в результате того, что эта система начнет работать, когда Путин уже не будет президентом, выяснится, что не будет больше политической силы в России, обладающей конституционным большинством. Я считаю, что произошла трагедия, что правы не преодолели 5-процентный рубеж. Вот если бы они его преодолели и рассчитать выборы 2003 года с учетом новых предложений, тогда у Единой России не было бы даже простого большинства. Да. А что же получается? Что же получается? Путин такой странный человек, что одной рукой выстраивает систему полной личной власти, а с другой стороны принимает меру, которая изначально делает невозможным существование конституционного большинства. Нет, Володя, вы исходите из выборов 2003 года, когда хотя бы были дебаты на телевидении. Более-менее, как мы надеемся, посчитали честно. То есть вы считаете, что будет как ИПССР? Я считаю, что будет просто тупое оболванивание людей, полная цензура на телевидении и массовые фальсификации выборов. Я вам отвечу. Поэтому, когда они делают это, они пустят только Единую Россию и Жириновскую. Эти будут голосовать, а этот будет их идеологом. В России коммунисты всегда возьмут вновь. Будет две партии, он сам говорит. Будет партия власти и я. Он сам все время это говорит. Владимир Володич просто сильно любит коммунистов, но объективность и рай. Надо сказать, что на следующий выбор, конечно, коммунисты пройдут и возьмут немалые проценты. Посмотрим. Они оболванят народ и спальсифицируют выборы. Поэтому они идут на партийные списки. Пока не получается. Пока получается странная ситуация. Смотрите. В России за последние 15 лет хорошо так и не было. И когда пытаются сделать систему, которая жесткая, но хотя бы понятная, хотя с элементами... Она понятная в смысле, что по понятиям. Вот она в чем понятная. Нет, отнюдь. Как раз не могу согласиться. А я наставил. Я понимаю, что вы наставите, но как раз по понятиям было до того. А будет сейчас по двойным понятиям. Понятия пришли, когда началась псевдодемократия. Вот что меня всегда убивало? Когда мне идеологически близкие правые пришли к власти, а на улице повелись люди в кроссовках, в брюках, бандиты, бритые, стриженные. Когда вроде близкие мне по понятиям правые находятся в правительстве, а всюду, когда общаешься с чиновниками, даешь деньги. Это правильно. Это было плохой страсть. Ну а кто спорит? Конечно. Сейчас, когда говорят, слушайте, люди, демократия это в первую очередь выполнение законов. У нас никогда в стране законы не выполнялись. У нас всегда в стране было клановое мышление. Если вот эти люди мне классово близки, если они моего круга, то да наплевать на законы, договоримся. Сейчас нам говорят, слушайте, есть законы, а мы все равно не верим. Получается, что мы не даем власти ни малейшего шанса хоть что-то исправить. Как только на поташе, что мы говорим, да мы вам все равно не верим. Мы все равно продажные, вы все гады, вы все габуники, вы все чикисты. Дело в другом. Но то, что они предлагают, абсолютно демократически описывается. Ничего не описывается. Ни в одном федеративном, он же не знает, ни в одном федеративном государстве губернаторы не назначаются. Ни в одном. Ни в одном. Он говорит, не может быть 20 тысяч и 5 миллионов. Может. Германия, Гамбург, город, Бавария, несколько миллионов населения. Такая же разница. Америка, есть маленькие штаты, есть Калифорния, 50 миллионов. Конечно. Дело в другом. Что нам говорят? Маловласти. Реформировали соединенные федерации. Маловласти. Реформировали закон о партиях. Маловласти. Сделали семя кругов. Маловласти. В четыре раза увеличили военный бюджет. Никакого. Хуже и хуже. То есть у вас пугает отсутствие реального результата? Я просто знаю одно, как историк, что в России всегда вертикаль власти и твердая рука кончалась хаосом, войной и разрухой. Мы каждый раз пытаемся привить Россию ту культуру, от которой Россия отказывается. Шарахается. Не хочет. У нас был опыт. Какой? У нас был опыт. Какой? С 906 по 1917. И чем кончилось? Чем кончилось? Потому что у власти были идиоты. Вот он и кончился. А где мы вам других найдем? Опять плохой народ. Вот это правда. Опять плохой народ. Вот против этого трудно возразить. Кто думу выбирал народ, вот он сейчас сказал, что народ Российской империи был идиотом. Владимир Владимирович, я про царя сказал, а не про народ. Может хватит играться? Что? Ну может уже скинем все эти личины псевдодемократии, посмотрим честно друг другу в глаза и скажем. По большому счету, наше все это союз советских и социалистических республик без коммунистической идеологии. Где всех назначают, все понятно. Назовем так, союз свободных, суверенных республик. Свободных от чего? Во главе с диктатами. Свободных в том плане, что люди пользуются правами. Разве мешают работать, перебегаться, ехать за границу, учиться, лечиться и так далее. Они там могут что-то наслушаться. Но это не важно. Если сейчас, в ближайшие пять лет, мы потихонечку вот это вот не сделаем, то я вас уверяю, тогда я действительно стану и идеологом, и правителем России. И посношу вам всем бошки. Всех. Всех вас под сута дам. У вас два выбора. Хороший выбор, да? Два выбора. Мы сделаем... Мягкий Путин или жесткий Жириновский. То есть если вы сегодня пугаете мягким Путиным, то я вас всех уничтожу. Сто процентов. Я жду этого момента. Жду. Ой, как страшно. Ой, как напугался. Ой, как напугался. А ведь когда-то, когда-то относились и Гитлера к Куцалине. И за это проголосует народ. Я не буду совершать переворот. Я скажу народу, 109 миллионов избирателей. И 100 миллионов проголосуют за меня. 100. За диктатора. За нового Сталина. Вы можете понять, что за это проголосует народ? Тогда что будет делать? Надеюсь, что страна с ума еще не сошла. Вот тогда, тогда, сейчас. И надеюсь, что никогда не сойдет. Вот вы себе противоречите. Если все у нас было так плохо и давно уже, страна обезапугает. А народу-то не страшно. Сейчас выяснится. Обязательно изберет меня страна. Присаживайтесь. Ну, здравую мысль. И изберет. И барьер будет другой. Барьер будет в зале судебного заседания. Присаживайтесь. Для всех, для вас. Присаживайтесь. Да. Но пока барьеры не стоят в зале судебного заседания, и у людей есть возможность голосовать, то они это делают. Ну, вы знаете, что интересно? Вот участники говорили эмоционально и нервически, и очень честно, особенно под конец. А ведь действительно, когда Гитлер пришел к власти, он ведь не нарушил никаких демократических законов. Ни одного. Ни одного. И что интересно, что если по партийным спискам, и взять 2003 год, то тогда никогда Жириновский не придет, у него не будет конституционного большинства. Но, если прав Рыжков, и будет только одна партия, как ее не назови, то ничто не остановит, ну, скажем так, вежливо, политических экстремистов. До конца программы остались считанные минуты. Но у вас еще есть возможность повлиять на конечный результат. Продолжайте голосовать. Не было случая, чтобы Жириновский и его партия не поддержала президента и правительство. Это ваш президент, это ваше правительство. Достаточно три дня вашей власти, и Россия не будет. 95% населения страны поддержат программу. Жириновского, мы, оказывается, у нас хватает ума избрать? Путина нам хватает ума избрать? А вот, извините, губернатора, мы уже убодие, мы не можем избрать. Сегодняшняя демократия – это туберкулез в тяжелой форме. Вы душитель свободы, а я ее пытаюсь защищать. Пока вы бегали, лизали задницу всем в райкомах комсомола и партии, я писал о правах человека. Когда вы мне в глаза говорите, что вы пламенный борец с коррупцией, дорогой Владимир Вольфович, перекреститесь. В 1757 году Джон Уилкс, английский политический деятель и публицист, был избран в парламент, где возглавил буржуазных радикалов, выступавших против политики правительства. Газета «Нордбрайтон», которую он издавал, настолько раздражала короля Георга III, что была предпринята попытка устранения оппозиционера. 16 ноября 1763 года сторонник короля и прекрасный стрелок Сэмюэль Мартин вызвал Уилксона дуэль, на который тяжело ранил его в живот. Впрочем, оправившись, Уилкс продолжил бурную политическую деятельность, был снова избран в парламент и даже побывал мэром Лондона. Но по мере удовлетворения своих амбиций, Уилкс все больше и больше отдалялся от защитников свобод и вольностей, а под конец жизни стал откровенным Тори. Наступил кульминационный момент нашей дуэли. Сейчас судьи огласят свое решение, а мы подведем итоги голосования телезрителей. Итак, прошу наш уважаемый жюри. Господин Остр. Ну, наконец-то все выяснилось. Теперь стало понятно, что Владимир Вольфович считает, что президент хочет уничтожить в стране демократию, просто делает это не так быстро, как делал бы это сам Владимир Вольфович. Я с этим не согласен и думаю, что неправильно так далеко в эту сторону забегать вперед президента. И я бы дал вредный совет Владимиру Вольфовичу. Если вы решили первым стать в рядах своих сограждан, никогда не догоняйте устремившихся вперед. Через пять минут ругаясь, побегут они обратно. И тогда толпу возглавят, вы помчитесь впереди. И кто победил? Мне трудно сказать, кто победил в драке, потому что в последней битве были уже использованы не просто кирпичи, а какие-то громадные массы металла, которые завалили обоих. Господа Рождественская. Я должна сказать, что я восхищена в который раз парадоксальностью мышления господина Жириновского и его актерским мастерством. Он не обузданный, он безумно страстный и, безусловно, очень талантливый человек. Но как раз эта парадоксальность мышления меня пугает и очень настораживает. А господин Рыжков, он простой, он обычный и более спокойный человек. И он намного более предсказуемый. Поэтому в данном случае меня это больше устраивает. То есть победил? Рыжков. Госпожа Ширгова. Вы знаете, как известно у Гоголевского персонажа, если бы нос одного и брови другого, вот если бы страстность Владимира Вольфовича аргументом и здравому смыслу Владимира Александровича, тогда бы точно не было бы никаких вопросов, кто победил. Потому что по смыслу, по аргументам, по здравому подходу, я, безусловно, бы отдала победу Владимиру Александровичу. Но Владимир Вольфович так забивает эмоциями. И мне очень жаль, я с этим совершенно не согласна, но побед за ним. Господин Дунаевский. Я абсолютно согласен.